Решаем новые формы задания ОГЭ по физике. Итак, ребят, первый вопрос, который в чате, пожалуйста, напишите. Откуда вы? Да, то есть по городам, чтобы можно было понимать. Казань, отлично. Тюмень, Сызрань, Сургут, Нефтьюганск. Как вас много, отлично. Значит, ребят, чтобы у нас с вами не сорвался вебинар, чтобы у нас подключение не слетело, я вас попрошу все обсуждения отложить на потом. Боже, как вас много, отлично. Значит, особо чат не засорять, потому что просто может подвиснуть система, и мы с вами не успеем отработать то, что запланировано. Значит, мы с вами сегодня разбираем такой вопрос, как новые формы задания ОГЭ по физике. Сразу подготовьтесь, работайте достаточно интенсивно. Все материалы вебинара остаются у вас, вы сможете их скачать, плюс список рекомендованной литературы. Видел вопрос про продолжительность вебинара, у нас с вами вебинар будет в течение 45 минут. То есть стандартный урок. Значит, начнем мы с вами с чего? Какие мы с вами задания будем рассматривать? В этом году появились две формы новых заданий. Это задание «Вставь пропущенные слова в текст». Это задание на проверку того, как вы умеете работать с приборами, на методологические умения. Значит, первое задание, которое мы с вами рассматриваем, это «Вставь пропущенные слова в текст». Значит, что будут проверять у вас на экзамене? Насколько вы умеете распознавать явления по определению, описанию, характерным признакам явления, опытов, демонстрирующих данное физическое явление, и насколько вы можете различать для данного явления основные свойства или условия протекания явления. За такое задание вы можете получить два балла. То есть каждое задание, в принципе, подразумевает не один ответ, а целую серию ответов, и вы можете заработать за него два балла. Значит, как решаются подобные задания? Ну, раз мы с вами работаем с текстом, то первое, что нужно сделать, это, соответственно, внимательно прочитать представленный текст. Обратить внимание на рисунок или схему, которая представлена в наших заданиях. Проанализировать этот текст, то есть посмотреть, что нам с вами известно, все ли понятно, о каком явлении идет речь, и это ключевое, да, чтобы понять, как с этим работать. Внимательно прочитать слова и словосочетания, представленные в задании. Оценить, какие из представленных вариантов наиболее подходят по смыслу к окнам в тексте. Вставить необходимые пропущенные слова и заново попробовать прочитать текст, но уже полностью. И самое главное, внимательно перенести получившуюся комбинацию цифр в бланк ответа. Почему? Потому что если вы ошибетесь хотя бы в одном, то у вас уже снимается один балл. Итак, мы с вами начинаем работать уже конкретно с заданием. Значит, смотрите, пожалуйста, на слайд. Первое задание. Прочитайте текст и ставьте на место пропусков слова словосочетания из приведенного списка. Значит, для изучения электрических свойств стержней, изготовленных из разных материалов, смотрите на рисунок 1, провели следующие опыты. Взяли два одинаковых электрометра. Первый зарядили от наэлектризованной палочки, второй оставили незаряженным. Когда шары электрометров соединили друг с другом, одним из стержней показания приборов не изменились. Это объясняется, что материал этого стержня является пропуск. Такие материалы пропуск, поэтому второй электрометр остался незаряженным. И вторая ситуация. Когда шары электрометров соединили другим стержнем, стрелка незаряженного электрометра практически моментально отклонилась от вертикального положения. Это объясняется тем, что материал данного стержня является таким-то веществом. В таких материалах имеются определенные свойства, поэтому второй электрометр разряжается. Какие нам слова и словосочетания даны? То есть проводник, кристалл, диэлектрик, электризуется при соприкосновении, не проводит электрический заряд, свободные электрические заряды и связанные электрические заряды. Всего семь вариантов. Что первое нужно сделать, как только вы прочитали текст? Первое, что нужно сделать, это ответить на вопрос, какое явление рассматривается в данном задании? В данном задании у нас с вами идет речь об электропроводности. То есть проводимость материалов, какие материалы проводит электричество, какие не проводит электричество. И для этого нужно вспомнить определенные темы. Нам с вами для того, чтобы решить это задание, понадобятся две темы. Во-первых, это проводники и непроводники, или диэлектрики, и электрический ток в металлах. Значит, давайте с вами повторим немного теорию. Во-первых, что такое электроскоп? Да, это прибор для обнаружения электрических зарядов. То есть он дает количество, количество сравнение зарядов. Посмотрите на рисунок, что он собой представляет. Это специальный короб, к которому к металлическому стержню прицепляются два таких лепесточка, которые по действиям заряда начинают раскрываться. Значит, какие вещества у нас с вами делятся на два основных направления. Это проводники, то есть тела и вещества, в которых существует свободная заряженная частица. Они могут перемещаться, перенося заряд в другие части тела или к другим телам. И диэлектрики, то есть это вещества, не имеющие свободных зарядов и поэтому не позволяющие заряду одного тела перетекать на другие тела. Давайте с вами смотреть, какой из предложенных вариантов наиболее подходит к пропуску под буквой А. Ну, например, читаем с вами, когда шары электрометров соединили друг с другом одним из стержней, показания приборов не изменились. Это объясняется тем, что материал этого стержня является. Смотрим с вами на список слов и словосочетаний, которые нам с вами приведены. И здесь у нас с вами подходят первые три варианта. То есть, либо это вещество является проводником, либо оно является кристаллом, либо оно является диэлектриком. Значит, как рассуждаем? Значит, смотрите, шары электрометров соединили, но показания остались прежними. Следовательно, движения зарядов у нас с вами нет. Отсюда можно сделать вывод, что стержень создан из непроводящего материала, то есть из диэлектрика. Поэтому под пропуск, под буквой А, у нас с вами подходит ответ номер 3. Мой вам совет, когда будете решать подобные задания на экзамене, вписывайте соответствие сразу же в КИМ. То есть, в тот вариант, который у вас будет. Почему? Потому что потом будет очень просто переносить в бланк. Теперь давайте посмотрим, а что же у нас подходит к варианту Б. То есть, подходит к пропуску Б. Значит, мы с вами определили, что это объясняется тем, что материал этого стержня является диэлектриком. Такие материалы, что делают? Что может делать такой материал? Какие варианты подходят? И здесь у нас два варианта. Либо электризуется при соприкосновении, либо не проводит электрический заряд. Значит, так как в первом случае мы с вами выбрали вариант диэлектрик, то мы можем с вами сразу догадаться, что данные тела не проводят электрический заряд. Поэтому к пропуску под буквой Б подходит ответ номер 5. Мы с вами заполняем сразу КИМ, вносим этот ответ в КИМ, получаем уже комбинацию из двух цифр. Смотрим дальше. Какой из предложенных вариантов наиболее подходит к пропуску под буквой В? Значит, читаем текст. Когда шары электрометров соединили другим стержнем, стрелка незаряженного электрометра практически моментально отклонилась от вертикального положения. Это объясняется тем, что материал данного стержня является чем? Рассуждаем. Значит, опять подходят три первых варианта. Проводник, кристалл, диэлектрик. Значит, шары электрометров соединили, и показание второго электрометра изменилось. Следовательно, есть перемещение электрического заряда. Отсюда мы с вами можем сделать вывод, что стержень создан из проводящего материала, то есть из проводника. Поэтому под пропуск, под буквой В, у нас подходит ответ номер один. И мы этот ответ вписываем в бланк. не движется. Ни мышкой, ничем. Небольшая, ребят, техническая заминка. Ставлю, что сейчас... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вписываем в бланк ответов. Ну и, наконец, под буквой Г у нас с вами последний вариант. То есть в таких материалах, почему у нас электрический ток, значит, почему у нас переходит заряд, то есть, почему второй электрометр заряжается. Отвечаем на вопрос. Так как в предыдущем случае мы выбрали вариант проводник, можно сразу догадаться, что данные тела проводят электрический заряд. За счет чего проводники имеют такую особенность? Ну, за счет наличия свободных электронов. Поэтому к пропуску под буквой Г подходит ответ номер 6. Таким образом, мы с вами получаем правильный ответ, который нужно также перенести в бланк ответа. 3, 5, 1, 2. Если вы допустите хотя бы одну ошибку при переносе с вас снимаются баллы. Максимум вы можете допустить, ребят, две ошибки. Да, то есть, за каждую ошибку с вас снимается балл. Второе задание подобного образца. Значит, прочитайте текст, и ставьте на место пропусков слова, словосочетания из приведенного списка. К томкой струе воды из водопроводного крана подносят, не дотрагиваясь, положительно заряженную палочку, по отношению к которой струя воды начинает. Объясняется это определенным явлением. Электрические заряды в струе воды пропуск, причем на ближайшей к палочке стороне струи накапливается. И дан список словосочетаний. Значит, о каком явлении в данном случае у нас с вами идет речь в тексте. Наверняка на уроках физики вы либо видели в учебнике, либо вы вам показывали, демонстрировали учителя опыт. Эксперимент такой, то есть, когда подносят палочку заряженную к струе воды, струя воды отклоняется в сторону палочки. Значит, на самом деле речь идет о явлении электризации. О явлении электризации. Это вариант под буквой Б. Значит, каким явлением это может объясняться? В перечне слов и словосочетаний, которые у нас представлены только два явления. То есть, либо это явление магнитного взаимодействия, либо явление электризации тел через влияние. Ну, понятно, что если речь идет об электризации, то, следовательно, это явление электризации через влияние. Поэтому к пропуску под буквой Б у нас подходит вариант ответа номер 7. То, что мы с вами вписываем в бланк ответов. Третья буква В. Значит, что могут делать заряды по отношению к струе воды? Это вариант под буквой В. Значит, у нас с вами, нам в данном случае чрезвычайно повезло, представлен только один возможный вариант ответов, поэтому смело говорим, что для пропуска под буквой В у нас подходит вариант ответов номер 5. То есть, электрические заряды в струе воды перераспределяются. И нам теперь осталось только ответить на вопрос, а что с ним происходит? Причем на ближайших палочках стране струи накапливается. Что может накапливаться? Накапливаться у нас с вами может либо положительный заряд, либо отрицательный заряд. Значит, в данном случае рассуждаем, мы подносим положительно заряженную палочку к струе воды. Электрические заряды в струе воды перераспределяются, и в итоге струя воды к палочке перетягивается. Вспоминаем, как проходит взаимодействие зарядов разных знаков. Значит, если идет притяжение, значит, заряды должны быть разных знаков, плюс и минус. Да? Значит, мы с вами подносим положительно заряженную палочку, значит, заряд, который будет накапливаться на ближайшей к палочке стороне струи, будет являться отрицательным. Поэтому мы с вами выбираем ответ номер 4, и таким образом у нас с вами получается комбинация цифр 2, 7, 5 и 4. Следующее задание тоже такого же образца. Прочитайте текст и ставьте на место пропуска слова, слово сочетание из приведенного списка. Значит, здесь мы с вами будем говорить об искусственных спутниках Земли. Значит, искусственный спутник Земли под действием такого-то явления движется по круговой орбите на высоте h от поверхности Земли. Ускорение спутника направлено в такую-то сторону, скорость направлена тоже в определенном направлении. При переходе спутника на более низкую круговую орбиту модуль скорости спутника что-то делает. Либо увеличивается, либо уменьшается, либо не изменяется. Значит, о каком явлении или процессе идет речь в тексте. О движении искусственных спутников Земли. То есть, тут мы с вами будем говорить, как у нас движутся искусственные спутники Земли, по какой орбите, как эта орбита зависит от определенных параметров и так далее. То есть, мы с вами, по сути, должны вспомнить, как движутся искусственные спутники Земли и самое главное движение по окружности. Внимательно посмотрите на рисунок. У нас с вами действительно идет движение по окружности. Вот с него мы с вами повторять и начнем. Когда у нас тело движется по окружности, то мы с вами можем сразу вспомнить, что направление вектора скорости всегда совпадает с касательной к окружности. Значит, какие характеристики у нас остаются постоянными, какие изменяются. Значит, смотрите, при равномерном движении по окружности модуль его скорости не изменяется. То есть, если мы с вами возьмем и измерим линейную скорость в любой точке окружности, она у нас будет одинаковая. Значит, но скорость эта величина векторная, она характеризуется не только числом, но и направлением. Поэтому при равномерном движении по окружности все время изменяется направление вектора скорости. Мы это можем с вами посмотреть на рисунке на верхнем с окружностью, что у нас каждый раз новое направление у вектора скорости. Поэтому в силу того, что меняется у нас с вами направление, равномерное движение будет являться ускоренным. Почему и появляется такое понятие, как центростремительное ускорение. Что нужно помнить о центростремительном ускорении? При равноверном движении тела по окружности, вектор ускорения всё время перпендикулярен вектору скорости, который направлен по касательной окружности. А если мы с вами вспомним геометрию, то можно сказать, что вектор центростремительного ускорения будет направлен к перпендикулярной скорости, то есть по радиусу, всегда к центру окружности. Что у нас с вами с искусственными спутниками Земли? При отсутствии сопротивления воздуха и при достаточно большой скорости, тело вообще может не упасть на Землю, а будет описывать круговые траектории, оставаясь на одной и той же высоте над Землей. Такое тело становится искусственным спутником Земли. Найдём скорость искусственного спутника Земли. Земля, мы с вами сделаем три основных допущения. То, что Земля у нас является однородным шаром с радиусом 6400 километров, хотя это не так. Значит, на тело не действуют никакие силы, кроме силы тяготения, которые направлены к центру Земли. Спутник будем с вами считать материальной точкой. Значит, вспоминаем закон всемирного тяготения. f равно g большое на произведение масс, зелёное на квадрат расстояния. Значит, посмотрите, в данном случае m большой – это масса Земли, m маленькая – масса спутника, r – радиус Земли, h – высота спутника над поверхностью Земли. То, что вам показано на рисунке. Для того, чтобы нам с вами рассчитать скорость, нам с вами нужно будет воспользоваться вторым законом Ньютона, что сила равна произведению массы на ускорение. Так как у нас в данном случае идёт движение по окружности, то тогда ускорение будет являться центростремительным. Для того, чтобы его рассчитать, мы с вами будем использовать формулу центростремительного ускорения, то есть квадрат скорости, делённый на сумму радиуса и высоты. Почему? Потому что нам с вами нужно считать относительно центра Земли. Поэтому расстояние будет равно сумме радиуса и высоте подъёма над уровнем Земли. Приравниваем между собой по второму закону Ньютона закон всемирного тяготения, то есть G, на произведение массы, делённый на квадрат расстояние, и правую сторону второго закона Ньютона, масса, умноженная на центростремительного ускорения. Что можем сразу сказать? Действуем чисто математически. Масса мы можем маленькие сократить, масса тела не будет никак влиять на наш с вами результат. И с вами сокращаем сумму радиуса Земли и высоты в левой части и квадрат во второй части. Таким образом мы с вами получаем выражение для скорости. То есть скорость движения искусственного спутника Земли будет равна квадратному корню из вот такого математического выражения. Произведение гравитационное, постоянное на массу Земли, делённое на сумму радиуса и высоты. Значит, что мы можем с вами сказать? Что у нас скорость, у нас получается, зависит, не зависит от массы спутника и зависит от высоты над уровнем Земли. Значит, и тут запоминаем, что чем выше спутник над поверхностью Земли, тем меньше скорость данного спутника. Почему? Пусть у нас с вами и есть выражение под корнем. Посмотрите, пожалуйста, на скорость. Значит, пусть у нас есть выражение под корнем, но чем больше мы будем увеличивать знаменатель, тем меньше будет становиться само число. То есть обратно пропорциональная зависимость. Нам с вами потребуется для решения задания. Значит, рассуждаем на вариант под буквой А. Первый вопрос. Под действием какой силы движется искусственный спутник Земли? Тут у нас с вами два варианта. Либо это сила сопротивления, либо сила всемирного тяготения. Ну, соответственно, да, чтобы рассматривать движение искусственного спутника, мы с вами сделали допущение, что искусственный спутник движется под действием силы всемирного тяготения. Поэтому в данном случае для пропуска под буквой А подходит вариант ответа номер 7. Мы с вами вписываем этот ответ в Ким. Дальше. Как направлено ускорение тела при движении по окружности? Мы с вами только что поговорили о том, что при движении по окружности возникает центр стремительного ускорения, которое направлено перпендикулярно к вектору скорости. То есть к центру окружности. Поэтому мы с вами выбираем четвертый вариант ответа. К центру орбиты. То есть к центру Земли в данном случае. Вносим также этот ответ в Ким. Смотрим дальше. Как направлен вектор скорости тела при движении по окружности? Варианта два. Либо к центру орбиты, либо по касательной к орбите. А мы с вами опять же обсуждая движение по окружности, говорили, что вектор скорости направлен по касательной к окружности. Поэтому выбираем с вами пятый вариант ответа. И у нас и вносим его также в Ким. Ну и наконец, от каких величин зависит модуль скорости при движении искусственного спутника Земли? Мы с вами сказали о том, что скорость не зависит от массы спутника и зависит от высоты над уровнем Земли. То есть при обратно пропорциональной зависимой скорости от высоты. Поэтому для пропуска под буквой Г у нас с вами подходит вариант ответа номер 1. То есть если мы опускаемся ниже, то есть ближе к Земле, то тогда знаменательное у нас выражение становится меньше, следовательно скорость будет выше, скорость увеличивается. Таким образом получаем комбинацию цифр 7, 4, 5, 1. Следующая задача уже на тепловые явления. Для охлаждения компота в кастрюле используют лёд. В первом случае лёд кладут вниз, под дно кастрюли. А во втором случае вверх, на крышу кастрюли. Значит, смотрим на рисунок. Процесс охлаждения во втором случае будет происходить так, да? Во втором случае процесс охлаждения будет происходить преимущественно за счёт такого-то явления. Плотность охлаждённых верхних слоёв такая-то, поэтому они будут. То есть мы должны, грубо говоря, полностью описать с вами явление. О каком физическом процессе явления идёт речь в данном тексте? Ну, во-первых, это у нас с вами процесс теплопередачи, то есть охлаждения жидкости. Значит, какие темы нужно повторить? Это способы изменения внутренней энергии, теплопроводность, конвекция и излучение. Значит, вспоминаем способы изменения внутренней энергии. Вообще, что такое внутренняя энергия тела? Это сумма кинетической энергии движения частиц, из которых состоит тело, и потенциальной энергии их взаимодействия. Зависит она у нас с вами от двух основных параметров. То есть это от температуры тела и от агрегатного состояния вещества. Агрегатное состояние вещества, то есть в твёрдом состоянии, в жидком или в газообразном, оно находится. Значит, внутренняя энергия тела не является постоянной величиной. И изменяется при изменении температуры или агрегатного состояния вещества. Менять внутреннюю энергию мы можем двумя способами. Либо совершать работу. Если мы совершаем работу над телом, то тогда внутренняя энергия увеличивается. Либо самим телом. Тогда внутренняя энергия уменьшается. Второй способ изменения внутренней энергии – это теплопередача. И тут можно сказать, что у нас с вами более горячие тела отдают энергию более холодным телам. Притекает теплопередача тремя способами. Первый способ – это теплопроводность. То есть это явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой. Или от одного тела к другому при их непосредственном контакте. Значит, самый простой пример – это когда мы с вами кладём ложку в чай. Да, у нас с вами ложка постепенно нагревается. Сначала нагреется та часть, которая опущена в горячий чай. А потом уже та часть, которая находится над чаем. Это классический пример проявления теплопроводности. Значит, теплопроводностью обладают все тела и твёрдые, жидкие и газообразные. И при теплопроводности не происходит переноса вещества, а только перенос энергии. Значит, то есть и в металлах это проходит, и в жидкостях, и в газах. Теплопроводность различных веществ разная. Самая лучшая теплопроводность у металлов. Чуть похуже у воды, ну, у жидкости, и слабой теплопроводностью отличаются газы, ну и тем более вакуум. Второй тип теплопередачи – это конвекция, то есть перенос энергии струями жидкости, воды или газов. Значит, конвекция невозможна в твёрдых телах. То есть она либо в жидкости находится, либо в газе. Значит, бывает естественная конвекция, и бывает вынужденная конвекция. Значит, самый простой пример конвекции – это проветривание. Да, то есть, когда мы с вами открываем форточку, у нас в комнату с тёплым воздухом попадает холодный воздух, который является более плотный, нежели тёплый. И поэтому он опускается вниз на пол, и начинает выдавливать тёплый воздух из комнаты. То есть, пока он идёт до конца комнаты, он нагревается, поднимается вверх и так далее. Вот такой процесс охлаждения как раз и является примером конвекции. Ну и, наконец, последний третий вид – это излучение, то есть перенос энергии путём испускания электромагнитных волн. Значит, лучи, которые испускают нагретые тела, называются тепловым излучением. Значит, тепловое излучение присуще всем телам – твёрдым, жидким и газообразным. Значит, тёмные тела у нас лучше поглощают излучение, чем светлые, и лучше излучают. То есть, можно на рисунчике посмотреть. И теперь возвращаемся с вами к заданию. Значит, сначала смотрим на вариант А. Значит, процесс охлаждения во втором случае будет происходить. Значит, тут у нас с вами есть два варианта. Либо он будет происходить быстрее, либо будет происходить медленнее. То есть, нас с вами просят посмотреть, да, то есть, зависимость, скорость протекания. Значит, рассуждаем. Для того, чтобы разобраться с тем, в каком случае процесс охлаждения будет протекать быстрее, давайте с вами ответим на вопрос. Холодная или горячая вода будет более плотной? Значит, ответ какой? В силу того, что холодная вода более плотная, чем горячая, во втором случае процесс охлаждения будет происходить быстрее. Поэтому у нас с вами в данном случае, во втором случае сперва остывают верхние слои компота, холодные слои более плотные, то есть, своим весом они будут выдавливать более легкие горячие слои. При этом, забирая тепловую энергию у теплых слоев, процесс охлаждения ускоряется. В первом же случае холодные слои расположены изначально снизу, поэтому обмен энергии путем конвекции будет протекать значительно медленнее. Значит, небольшая вам идея. Можете провести подобный эксперимент. Заварите чай в двух чашках. В первую чашку сначала налейте холодную воду, а затем долейте горячую. Во вторую чашку сначала налейте горячую воду, затем холодную. И не мешая, оцените, какая остынет быстрее. То есть, в каком случае мы все-таки разбавим воду, в каком быстрее чай остынет. Значит, для пропуска под буквой А у нас с вами подходит вариант ответа номер 3. То есть, процесс охлаждения во втором случае будет происходить быстрее. Рассуждаем дальше. Значит, в каком, какой из вариантов ответов наиболее соответствует пропуску под буквой Б? Значит, здесь нужно ответить на вопрос. Значит, в втором случае процесс охлаждения будет происходить преимущественно за счет какого-то явления. Какого? В предложенном списке у нас сами их только два. То есть, это теплопроводность и конвекция. Значит, мы с вами выяснили, что охлаждение жидкости происходит в процессе теплопередачи слоями жидкости. Поэтому в данном случае мы имеем дело с таким видом теплопередачи, как конвекция. Поэтому выбираем вариант ответа номер 2 и вписываем в план. Идем дальше. Значит, какой из вариантов ответов наиболее соответствует пропуску под буквой В? Значит, плотность охлажденных верхних слоев тут нужно сравнить. Значит, тут у нас с вами опять в данном случае представлен только один вариант, который подходит по смыслу. Это вариант номер 5. Поэтому можем его сразу подставить и получить связное выражение. Плотность охлажденных верхних слоев больше. Значит, вписываем номер 5 в бланк. Ну и, наконец, отвечаем на последнюю букву. Значит, поэтому они будут, что могут делать? Да, то есть, либо всплывать, либо опускаться вниз. В силу того, что холодные слои более плотные своим весом, они будут вытеснять более горячие слои. А, следовательно, опускаться вниз. Поэтому мы с вами получаем ответ по заданию 3, 2, 5, 7. И переносим в бланк. И переходим ко второй типологии задания. Это задание номер 15, которое по логике называется «Оцени погрешность». Значит, что тут будут проверять? Как вы умеете проводить прямые измерения величин с использованием измерительных приборов? Как правильно составлять схемы включения прибора в экспериментальную установку? Как проводить серию измерений? Значит, за это задание вы можете заработать 1 балл. Значит, как решаются подобные задания? Опять же, внимательно читаем задание. Обращаем внимание на рисунок или схему, которая представлена в задании. Обращаем внимание на единицу измерения физической величины. Это может помочь вам выбрать шкалу прибора. У нас с вами есть приборы с несколькими шкалами. Потом мы с вами снимаем показания прибора. Находим цену деления шкалы прибора. Рассчитываем погрешность. Выбираем верный вариант ответа. И учитываем эту погрешность. Значит, давайте с вами вспомним, что такое вообще шкала. Шкала – это метки с цифрами на корпусе прибора, вдоль которых перемещается указатель. То есть, стрелка, уровень жидкости и так далее. Значит, для того, естественно, что шкалы все не идеальны. Они наносятся на прибор искусственно. Значит, поэтому может быть небольшая ошибка. Для того, чтобы эти ошибки избежать, мы используем с вами понятие цены деления. Значит, цена деления – это физическая величина, которая показывает, какое значение измеряемой величины соответствует одному делению шкалы. Как ее найти? Значит, вам нужно найти на шкале два ближайших оцифрованных штриха, сосчитать, сколько делений между ними, и разделить разность цифр около штрихов на количество делений. Ну, например, рассмотрим пример на линейке. Выбираем два соседних штриха, ну, с цифрами 1 и 2, там, где у нас стоят циферки. Посчитаем, сколько делений между ними. Вот в нашем примере, конкретно на нашей линейке, их 10. Теперь мы что делаем? Мы из двух вычитаем один и делим на 10. Получаем, что цена деления одного, деления данной линейки – 0,1 сантиметра. Значит, а что такое погрешность? Это не точность, которая допускается при измерении. Важно помнить, что чем меньше у нас с вами цена деления, тем больше точность измерения. Значит, мы с вами будем считать так называемую инструментальную погрешность, которая равна половине цены деления шкалы измерительного прибора. И тогда мы с вами записываем, каким образом получены измерения. Сначала пишем измеряемую величину, потом пишем результат прямого измерения, то есть, сколько мы с вами измерили, и добавляем плюс-минус погрешность. Но вот сейчас на задании будем с вами разбираться. Значит, с помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в килопаскалях, нижняя – в миллиметрах ртутного столба. Погрешность измерения давления равна цены деления шкалы барометра. Значит, чему равны показания барометра с учетом погрешности измерений? Здесь у вас огромный плюс. Вам нужно выбрать верный вариант ответа. Поэтому начинаем рассуждать. Первое, на что вы должны обратить внимание. Погрешность измерений равна цене деления прибора. То есть, вам по логике нужно только посчитать цену деления. А дальше рассуждаем. Сначала оценим, что показывает прибор, и какие варианты ответов можно сразу отбросить. Обратите внимание, что в каждом варианте ответа у нас с вами стоит число 764. Теперь смотрим на шкалу прибора. Смотрите, верхняя шкала нам с вами показывает значение от 101 до 102 килопаскалей. А это значит, что варианты ответов номер 3 и номер 4 можно сразу же отбросить. Они нам не подходят. Поэтому мы с вами ищем цену деления прибора. Посчитаем количество штрихов на нижней шкале между числами 760 и 770. Мы с вами получим, что их 10. Значит, находим цену деления прибора. Из 770 вычитаем 760, делим на 10. Получаем 1 миллиметр ртутного столба. Это ценоделение. И теперь записываем значение величины с учетом погрешности. Атмосферное давление будет равно 764 плюс минус 1 миллиметр ртутного столба. То есть убираем первый вариант ответа. И второе такое же задание. Оно может быть не просто снять измерение, а измерить какую-либо величину. Вот такое задание как раз на это. Объем цилиндра измеряют с помощью мензурки. Чему равен объем цилиндра с учетом погрешности? Погрешность измерения объема цилиндра принять равной цене деления шкалы прибора. Давайте сначала снимем показания с обеих мензурок. Если цилиндра нет, то объем мензурки равен 80 миллилитров. Если у нас цилиндр опускают, то уже 120 миллилитров. Значит, что мы с вами делаем дальше? Находим, чему равен объем цилиндра. Для этого вычтем из значения второго объема значение первого. Получим, что у нас цилиндр имеет объем 40 миллилитров. Теперь находим цену деления мензурки. Я выбрал 100 и 50. И посчитаем количество штрихов между ними. Если посчитать, то их 5. Находим, чему равна цена деления. Из 100 вычитаем 50 и делим. Получаем. Запишем, чему равно. И выбираем вариант ответа. Вариант ответа номер 1 можно было догадаться по шкале измерения. И последнее задание. Это номер 15. Нужно снять показания с учетом погрешности. Погрешность измерения принять равной цене деления. Снимаем показания с вольтметра. Получаем, что напряжение 4,8 вольта. Обратите внимание, какая интересная шкала. Она идет не через 1, а через 2. То есть 0,246. Значит, находим цену деления прибора. Выбираем два соседних значения. И считаем количество штрихов между ними. 4-2 делить на 10 равно 0,2. И таким образом записываем с вами значение напряжения с учетом погрешности. То есть 4,8 плюс-минус 0,2. Продолжение следует...